Почему, как и в западном обществе, мы склонны считать, что интеллект более важен для принятия решений в повседневных ситуациях, а не чувства? Я думаю, что это европейское похмелье. Я думаю, что долгое время человечество терпело эту борьбу за выживание. Если вы хотите выжить, ваша способность различать — это самое важное качество. В противном случае вы не выживете. Пока мы не создадим общество, в котором может выжить каждый, этому не придёт конец. В чём же причина этого? Восточные общества так мало вкладывали в интеллект, но много в разум. Между ними есть явное различие. Возможно, в английском языке нет слов для описания различных аспектов интеллекта, однако в санскрите существует не менее восьми измерений вашего интеллекта. Поэтому интеллект — это лишь один из них. Интеллект очень полезен для процесса выживания, потому что он даёт вам избирательную способность. Если вы позволите своему интеллекту узнать что-либо, предположим, что вы хотите узнать этот цветок через свой интеллект, вы увидите, что единственное, что вы сделаете, — это разрежете его и попробуете изучить. Рассечение — это способ познания интеллекта. Поэтому если вы захотите познать свою мать, пожалуйста, не делайте этого. Это не так, как происходит в жизни. Если вы хотите познать жизнь во всей полноте, вам нужны другие аспекты интеллекта. Потому что интеллект даёт способность выжить и определённое чувство господства над другими. Мы стали фанатами интеллекта. Интеллект — прекрасная вещь, никаких сомнений. Но вам нужно понять, что человеческий интеллект работает только на основе ограниченных знаний о том, что он собрал, и он не может исследовать ничего нового. Вы можете проецировать свои знания на другие аспекты интеллекта, но вы никогда не сможете познать другие аспекты при помощи этих знаний. Прямо сейчас. Вот почему я бы сказал, что западные общества долгое время были на беговой дорожке. Они много бегают, и они тренируются, но они никуда не уходят. Конечно, это полезно. Хорошо, теперь, когда мы говорим о человеческой идентичности и ложной ассоциации с определёнными стереотипами, почему мы всегда стремимся к определённым стереотипам? Я имею в виду, почему все в Пенсильвании хотят иметь большой дом с белым красивым забором. Почему это происходит? Потому что это общество, эта идея ролевой модели, по существу, пришла из Запада. Так, несколько месяцев назад где-то здесь у меня брали интервью, и одна дама спросила меня, «Садгуру, кто твой пример для подражания?» Я сказал, «Я пока и сам справляюсь». Такое мне даже в голову не приходило. Никогда не заботило меня, как я должен формировать себя на основе некоего примера, который никогда не происходил со мной. Потому что Восток всегда ищет способ заглянуть внутрь себя и найти там ещё более глубокий потенциал, никогда не собираясь быть похожим на кого-то другого. Это то, что есть в менталитете Индии. Вы никогда не сможете стать кем-то другим, вы можете быть самим собой. Но как достичь этого, как раскрыть свой потенциал, это в полной мере зависит лишь от вас. Есть традиционный югический пример. Если манговое дерево смотрит на кокосовую пальму и думает, что она выше и стремится стать как кокосовая пальма, она не станет хорошим манговым деревом. Так что, каждая жизнь уникальна по-своему и имеет своё место. Единственное, что нужно сделать, это найти необходимые знания для полномасштабного роста. Если вы в полной мере возьмёте за себя ответственность, то это самое большое, что вы сможете сделать для себя, иначе вы станете мнительны. Поэтому проблема заключается в том, когда вы следуете своему интеллекту, а эти две вещи уже связаны, когда вы следуете своему интеллекту, у вас будет много информации, но вы ничего не будете знать. Таково современное образование. Вы полны разной информации, каждый переполнен ею. На каждой вечеринке вы можете встретить людей, которые знают точное расстояние между Землёй и Марсом и сколько туда лететь и так далее. Но что им дают эти знания? Просто вы можете собирать такую информацию. Когда у вас есть информация, у вас возникает ложное чувство того, что вы всё знаете, но вы ничего не знаете. Информация может быть полезна, например, на финансовом рынке, но в жизни нужна не информация, нужно глубокое понимание ценности каждого момента жизни, тяга к самой жизни, переживание жизни, непознание жизни. Если вы читаете книгу и думаете, что знаете жизнь, или вы что-то понимаете в своей голове, и вы думаете, что знаете её, но нет, вы должны испытать её во всей глубине своего опыта. Вот в чём заключается жизнь. Итак, если вы следуете интеллекту, имитация — это естественный процесс, и именно так появляются модели для подражания. Рассказать вам историю? Пожалуйста. Я всегда спрашиваю об этом, потому что как только я начинаю рассказывать, многие думают, что пришло время поспать. Понимаете? Поэтому я вас должен подготовить. Это произошло в начале 20 века, в 1910-м. Жил добыл человек по имени Топиуола. Топиуола означает «продавец шляп». Вы знаете, что имена людей иногда указывают на их профессии. Так вот, он ездил из деревни в деревню, из города в город, по тропической жаре, и продавал шляпы. Однажды днём он почувствовал усталость, и он пошёл и сел под деревом. Достал свой скудный обед и съел его. Задремал. Через некоторое время он открыл глаза, и... О ужас! Все шляпы пропали. Он искал повсюду, но шляп нигде не было. Когда вы сделали всё возможное, когда не знаете, что делать дальше, вы молитесь. Поэтому он поднял голову, чтобы помолиться, и увидел кучу обезьян, которые сидели в его шляпах. Он стал кричать на них, а они на него. Он стал ругать их, а они ругались на своём обезьянном языке. Он начал искать под ногами, чем бы кинуть в них, но к своему разочарованию ничего подходящего он так и не нашёл. Тогда он взял свою шляпу и со злостью швырнул её на землю. И все обезьяны взяли шляпы и бросили их на землю. А он поднял их и, довольный, поехал дальше. 2013 год. 21 декабря. Другой человек тоже занимался продажей шляп. Его тоже звали Топиуола. Как-то днём он решил отдохнуть. Сёл под дерево, достал свой комплексный обед, ну вы знаете. Потом ненадолго сдремнул, и через некоторое время, когда он проснулся, обнаружил, что шляпы исчезли. Он смотрел везде, потом посмотрел наверх. Группа обезьян сидели среди веток в его шляпах. Он встал и начал танцевать. И они стали танцевать тоже. Он начал корчить рожи, и они начали тоже. Ему было весьма весело, но он думал, что бы сделать ещё. Он снял свою шляпу, бросил её на землю, и обезьяны быстро спустились. Подняли шляпу, подошли к нему, треснули его по лицу и сказали, «Идиот, ты думаешь, что только у тебя был дед?» Поэтому мы имеем существенные доказательства того, что и обезьяны могут развиваться лучше нас. Теперь, когда вы ограничиваетесь своим интеллектом, вы всё ещё охотники и собиратели. Возможно, вместо того, чтобы собирать мясо, кожу, кости и зубы животных, сегодня вы собираете информацию, вроде расстояния между Марсом и Солнцем и всё такое. Возможно, вы собираете это. Но всё же природа интеллекта — это собирательство и накопительство. Кто-то имеет столько, кто-то столько. И по сравнению с этим человеком, который имеет больше, выглядит лучше. Но на уровне жизненного опыта вы не будете чувствовать себя лучше. Поэтому, если вы собрали столько, а кто-то собрал столько, в сравнении с ним вы не почувствуете ничего. Так что собирание — это всегда сравнивание. Ваши накопления не имеют никакого значения. Только из-за того, что накопления другого больше, чем ваше, или другими словами, вы начинаете наслаждаться чужой неудачей или провалами, или чем-то ещё. Поэтому природа интеллекта основана на выживании и собирательстве.